Духовное завещание Духовное завещание, да? В первую очередь, старца Иронима, да? Да. Старца Иронима, что был в Снахсадском монастыре. Вот он пишет. «Бегите и цепляйтесь хоть за колесо поезда, которое повезет христиан в ссылку. Успей своих родных посадить в этот поезд. Тем и спасетесь». Что это за поезд и как к нему попасть, батюшки? Что это такое, да? Я, как всегда, несколько шире скажу. То, что мы сейчас живем в период такой исторический, когда многие из людей воцерковленных чувствуют вот этот гребень, волны, перелом исторический. И мы знаем, что Господь одарил нас свободной волей, этой волей мы можем себя развернуть в любую сторону. Всегда. Мы знаем, что Господь, например, в Его планах не было кончины мира, ада, царства Антихриста. И это всё не есть воля Божия, а следствие греховного своего ли человека. Человек упал в грех, воззвал к жизни такие странные вещи. Воли Божией нет, чтоб кто-то был в аду. Воли Божией нет. Вот что нет, что мне вот его в аду, Господь говорит, «Хочу, чтоб все спаслись, никто бы не погиб». Вот его воля. Прямо написано в Евангелии. Но мы знаем, ад пустым не будет, тем не менее. Это не явление воли Божией, а следствие нашей воли направлено к козлу. И ад наполнит, и наполняет уже. И конец мира приведут к погибели. И сейчас мы живём в такой период, когда мы чувствуем, что не так всё просто. Даже кто много не читал, не знает духовного, чувствует не так всё просто. И действительно, период переломный. Я не буду никому навязывать своих мнений, но всё-таки скажу. Для меня очень ярким являются, знаете что, в Священном Писании у ветхозаветных пророков, не говоря уже о апостолах, признаки кончины времени. даны. Христос, спросите, я об этом говорю. Помните, говорит, как дерево по почкам узнают, когда уже тепло, листья спустить будет, так и конец времён. И вот признаки конца времён даны в Гиблии. В Евангелии Христос говорит, есть очень общие фразы, например, умножение беззакония, охлаждение любви. Но это вот, может быть, можно к любой эпохе отнести. Как смотреть на эту эпоху, с какой стороны. Есть очень конкретные вещи. Для меня, вот я хочу поделиться, той конкретикой, которая меня поражает. Эта конкретика, апостол Павел пишет, это история народа Израиля. Вот мы знаем, что у нас Господь, Он любит нас не так, как мы, а лжелюбим. Его любовь не имеет границ. Любовь никогда не прекращается, написано. И в Боге так. Если Господь избрал Авраама и благословил его, и потомство возлюбил, ещё в Авраамище, в Исааке, якобы, то его любовь неизменна. Потомки Авраама, нынешние сыны Израиля, в своей массе, они отрекаются от Христа. Но это не значит, что Господь отрекается от них. Это факт. И через апостола Павла и через пророков Господь говорил, что перед концом времён, в конце времён, Господь потомков Авраама, то есть сынов Израиля, в массе воздавёт к спасению. И они в массе, в массе в основной, к Христу повернутся. И когда это произойдёт? Написано вот когда. Когда Израиль, по слову Господа и по слову пророков, рассеянный по всему миру, будет собран опять на земле обещанной Авраамы в Палестине. И мы с вами видим 2000 лет Пусть Христа. Что это только не было с этим народом. И, конечно, ужас Холокостом в Германии мы все знаем. Вот мало кто знает, например, очень жестокое гонение было от католиков в Испании. Вот есть группа евреев называются Сефарды. Это потомки испанских евреев. Ижгли на кострах добрые христиане, католики. Насильно загоняли католичество. Например, в Португалии есть местечко, где живут католики-евреи, предки тех. Многие из них обманно, как бы принимали крещение, чтобы потом вернуть свою веру. много уехало. Кстати, их приютила в основном Турция в районе Северной Греции нынешней, в Фессалониках. В Фессалониках было чуть ли не половина населения, вот, Сефарды, евреи, Испании. А потом их и там накрыла волна пристелены уже от мусульман. Позже. То есть, это тяжелая история этого народа. Тяжелая. Но мы знаем, что это бы их выбор был. Мы помним, даже как при распяче Христа они говорили, кровь его на нас и на детях наших. Это их выбор. И их дети в этом выборе продолжали себя укоренять. Но человечеству, конечно, очень жалко. Но вот в 1948 году произошло то, что произошло. Появилось государство Израиля. И евреи массово стали съезжаться в Палестину. На сегодняшний день из всех евреев мира половина в Палестине. На земле Авраама, Исаак и Иаков. На земле, которая дал Господь еще еще времена предшествующие Верхому Завету. И исполнилось предсказанное а написано пред концом света они будут собраны. 2000 лет многие приметы как бы сбывались в конце кончина веков. Но не это. А в 1948 году для тех, кто читает Слово Божие, знает его сразу как удар. Ага. Ага. Близь преддверих. Время. Второй момент. если опять по народу Израиля написано, что они не просто соберутся в Палестине, а у Святой Горы Моей, говорит Господь через пророк. Святой Горой Божией называется Гора Мариар. Это храмовая гора в Иерусалиме. То есть собрана будет в Иерусалиме проще говоря. Вы помните, что было в 1948? Израиль получил территорию, в которую Иерусалим не входил. Эта восточная часть Иордана к Иордании была присоединена. А потом была война и не одна арабов с евреями, кстати, который маленький тогда Израиль победил коалицию нескольких арабских стран. Ливан, Ирак, Сирия, Иордания, Египет вместе напали и проиграли. Это кажется вообще сказочным и невероятным. Но написанное пером пророка или апостола топором человечим и ракетами не вырубить. Кстати, вот Иерусалим стал столицей Израиля. Мы опять приседаем просто над ним. Ага. Сколько веков написано? Оп, второе сбылось. Второе сбылось. Что будет третье? явление их Машиаха, Мессии, их спасителя, их царя, который будет коронован в храме воссозданном. Но храма нет у евреев. Мы с вами знаем фундамент от ограды храмовой в одном месяце хранился. Там сейчас площадь называется Стена Плача. Все это знают, наверное, да? А уж от храма ничего вообще. А на месте, где был храм, две мечети стоят. В седьмом веке при первых халифах арабских они поставлены. Мечеть Скалы и мечеть Аль-Акса. Золотой купол. Золотой купол. Мечеть Скалы, да. Они находят территорию вот этого храма. А храм, может быть, не вообще где-то, а на одном месте только. Господь сказал, на этом месте буду я, тут буду слышать всякого. И это очень жестко помню. И вот сейчас идет процесс, то есть, знаете, следит, да? Вызывали очень серьезный большой процесс возвращения на храмовую гору, смысл которого воссоздать храм. Если кто знает, в центре Иерусалима есть мой сейчас институт храма, институт, большое заведение, в котором уже изготовлено все, что нужно для храма богослужения. Жертвенники серебряные, золотые, крыльгольные камни, тесные постарины библейским традициям, священческое облачение, помните, у спасителей был хитон, предание, не швеной, без швов, Божья Матерь соткала. Это вот традиции священников, священческих облачений в Палестине. Священники были в не швенных вещах. То есть, это очень сложно ткать без швов, скажем, брюки, как это, тяжело. А вот это было. И сейчас это все уже возрождено, все уже делается. Даже инструменты для левитов, которые будут теперь псалмы, арфы. И эти уже, это делается, складируется уже. Вот и таких мелочей совершать уже могут только священники, которые могут, могут не все, а потомки, а Аарона. По-еврейски священник Коэн. Кохэн, Кохан, Коэн. И если вы знаете евреев, многие фамилии такое являются, Коэн, Коган, Коган, Кохэн. И это о чем говорит он? Что он потомок по священнику. Они не потеряли традицию. У них есть те, кто могут быть священниками. Вспоминая слова моей бабушки, она все говорила, говорит, у нас был главврач, говорит, в Ульяновске больно хорошее. Михаил Израильевич, Коган. Коган, ну вот, потомок оорона, пожалуйста, для ульяновцев. Так вот, и сейчас работа идет по возрождению храма. Только этому сопротивлению мусульмане. У мусульман три святых места на земле, общимусульманские. Это Мекка, где был, как говорят, дом божий со времен Адама, первый храм. Медина, город пророка, Мухаммеда, Мухаммеда, тама могила. И Иерусалим, в котором, они говорят, Мухаммед поднимался на небо. И над этим местом трон Аллаха, где он видел вечный, нестворенный Коран. Так говорят мусульмане. Поэтому для них совершенно особо место, и они никогда не дадут это место евреям уничтожить. И сейчас в Израиле целый ряд движений среди евреев, которые хотят храм воссоздать. Что все-таки делать-то? Взорвать и сметить к такой-то бабушке. Вызвать реакцию всего исламского мира. А это серьезно. Или может что-нибудь придумать. Уже появились, знаете, какие-то? Вспомнился анекдот, прошу прощения. Сейчас вам скажу. Женщина пришла к врачу, говорит, я доктор беременна, ребенок неправильно лежит у меня, переживаю, как будто роды. Говорит, я еврейка, я от евреев беременна. Говорит, это мы вернется. Это мы вернется. Раз это мы вернется. Не переживай. Такой смешной анекдот, но это он из жизни. Поэтому и сейчас выворачиваются, которые говорят, а вот можно храм между мечетями в Климсе оказываться, якобы он тут был на самом-то деле, а не на месте мечети. Кто-то есть уже, которые говорят, что он может быть в стороне совсем. В стороне. Дело не в месте, говорят, в самом факте храма. Ну, что-нибудь придумать все равно. Вывернуться. Эти вывернутся. Придумают. И как написано в Писании, исполнить это. Вот для явления Антихриста, который Израиль как мыша, как царя, три важных возвращения в Палестину произошло в наше время. В Иерусалим столице в наше время произошло. Храм возродить все это уже готово, осталось чуть-чуть. И мы же не можем не видеть просто, что сбывается все. Мы же не можем не только чувствовать, а умом понимать. Да, близь, в преддверии. Может Господь развернуть ситуацию? Для Бога нет невозможного. Он может сделать так, что еще тысячелетия жизни будет на земле. А может Господь по-другому не мешать процессу этому идти? Тоже может быть. А кого зависит? От нас. От нас, от образа жизни. Есть смысл Господу жить сходить на земле? Или мы уже не живем, а фактически хуже, чем умираем, греха сгневая вживую? Если так, то смысла нет. Если мы землю превращаем в ад, что ад сдерживает тогда, когда мы вживую сами воплотили? Я не хотел говорить сбитые вещи, никому уже не интересные, которые уже тошнят. Но факт остается фактом. Вот последний факт из этой темы, которая для нас немножко нехорошая тема. Вот последние акты решения Верховного Суда Ставия в Америке заставить все штаты, где еще незаконательно не утвердены однополубраки, заставить эти браки вести. Сейчас Мексика вторичная страна, казалось бы, все штаты Мексики обязаны этот закон ввести. В Италии большое ображение и там заставить центр фатолического тринцизма, и там. Президент глава ГУСТНАС этих стран, кто признали однополубраки, один за другим говорят, что они обещают все сделать и зависть, чтобы во всем мире это было бы. Вот нормальный человек, волос не бог не шевелиться страху. Во все века не было. Греки всегда были во все времена. Содома, Гаморра, описаны же до Авраама. При Аврааме были он, когда этот грех-то был содомским. Но никто не называл это нормой. Никто это не превращал в законодательно оправданное явление. Вот этого-то не было никогда. земля сгорел. Да. Мы говорим в одном месте. Только человеческий грех без законов и земля сгорела с одной мегамори. Что нас ждет? Мы огонь сами уже не сводим. Вызываем этот огонь. Все правильно, совершенно верно. Поэтому мы же это видим, мы же понимаем это. Поэтому понимаем, что может задержать исполнение этого пророчества в храме. Когда мы сами огонь-то адский уже зовем, уже низводим, уже его поджигаем в этом мире. Понятно. Понятно. Поэтому действительно страх многих к сожалению оправдан. Это опять повторюсь, это не значит, что мы обречены и мир обречен. Господь может все развернуть, но только если будет ради чего и ради кого. Вот это нужно помнить. А как что сейчас творится у меня в душе, у тебя в душе, в твоей моей жизни, в моей жизни, в целом мире, то мы видим, процесс идет как раз к безрадостному финишу. И право на аборт законит. И можно перечислять до эвтаназии, право на самоубийство или на убийство близкого человека. право. Идет дума о том, а вот в России страшный момент. И страшный момент. Мы платим налоги, из которых идут деньги на аборты, в частности содержание абортариев. То есть мы с вами хотим, не хотим, все участвуем в дет убийстве. С нас налоги мы даем, нас вяжут кровью. Это страшные факты. Страшные факты. Может, дальше продолжать? мы говорим. Такое явление сейчас об этом мало говорят. А вот в Европе, да и в России все меньше и меньше людей, которые вступают в брак. Говорят, а зачем? Просто институт, а зачем? Вот я живу с ней, например, и живу, пока нравится. Раза нравится, другой буду. Зачем эти формальности? Только эти разводы проблемы, потом дележки проблемы, слезы, обиды, злом. Зачем мне? Например, я достаточно богатый человек. И зачем делиться с очередной своей подстилкой? Надо быть, я сменил одну подстилку на другую, на 28-ю, на 5-ю. Мне рассказали про одного богатого нашего человека в России, в Москве живет. Он неженатый, мне сказали. Но он снимает из квартир и в Каз живет по одной из его наложниц. У него целый горел. Он себя как стать православным человеком. Иногда в цель ходит даже. Видишь, как интересно. Поэтому как это называлось, но этот смертный грех блуда, он идет в разлив по всей земле. И не только это, и другое. Я вот рассказывал, например, вот недавно приехала ко мне крестница. Она первый курс закончила в училище, а второй там с мамой живет, денежки нужны на учебу, где-то взять надо, у мамы небольшая зарплата, но ей 17 лет уже, она в год живет, что-то одеть, обуть ходить, учиться нужно, но не в колошу пойдет, правда. Чуть кушать, что-то надо. Она решила летом подработать маленько. Пошла на работу. в одно место к частнику пришла, через день-два лет он стал ее домогаться. Сексуальное насилие, говоря, а мы сказали, что это был на день насилие, сейчас уже нормой стало. Молодые девушки, женщины, единицы не соприкасались. А он хозяин, частную веру, что-то врачок. Она ему мягко объяснила, что она православная, что она не может такое позволить. Он сразу сказал, пошла вон, пошла вон, на утро будут, которые, мне говорят, сами будут предлагать. Она пошла в другое заведение специально выбирать, где хозяин женщины. Нашла женщину в ресторанчике. И там кем она? она не специалист, 17 лет, официанкой. Сколько я буду получать? Ну, ты помни, ты даже не знаешь, какая зарплата, может ты не сможешь, сам захочешь, за что тебе платить? Она поработала, старалась, выучила меню, все прочее. Нет, 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 еще недели проработала, еще проработала, сказала, опять нечем говорить. она попела, все лето и все будет нечем. Просто флотирует, как раба, и все. 17 лет бесправный, без документов, что хочешь делать, любом это выкини. Это тоже свидетельство нашей времени. Это тоже говорит о нравах, который у нас сейчас. Можно дальше продолжать, до бесконечности, понятно, до бесконечности. Они будут все дальше и дальше. И вот сам процесс идет. И вот в нашей псевной жизни разлив беззакония идет прям половодим. И поэтому, и именно поэтому, именно поэтому многие пророчества и речения святых и апостолов и пророков и господов начинают сбываться. Мы встаем в колею, стаскивающие нас в яму, начинают работать эти приметы, движение в этой коле в яму. И на примере израиля это видно. И поэтому многие из духовно трезвых, духовно высоких, как вот ставится наш Иероним с Наксарской, все знаем, что это был за высокого духа человек, вне всякого сомнения. Он был не очень-то грамотный, все мы знаем. По-русски говорил «спень на колоду», но в духе-то был велик. В духе-то велик. Когда мы сейчас ездим к мощам великих годников Божьих, к Александру Свирскому приезжаем, нас поражает сохранение его нетленных останков. А кто знает, кто был по национальности? Помните, кто? Нет? Вепс. Дочнее все знают, что это национальность вообще. Их осталось несколько человек сейчас национальности. Это финно-унгурская племия, близкая к исчезнувшим Мурома, весь, или к существующим Мар-2, Марийце. Это он, оказывается, был Вепс? Да? Да. Ах, вы великой святой жизни? А разве пред Богом естьница на лес? Ну, все дети его, все дети Адама, все дети Ноги, всех любят Христа, за всех умирал. Поэтому нам не удивляемся этому. И вот отец Ироним, он был по-русски плохого, но в духе был велик. И он многие вещи, конечно, чувствовал. Поэтому и сказал вот это слова, которые не только он правильно, многие говорят, хоть за колесо поезда хвататься, бежать. Это вот о чем. Что перед концом, когда уже будет царство Антихриста, мы помним по Библии, одно из приметов будут аннулированы деньги в том виде, в каком мы сейчас их себе представляем. Хотя вы все знаете, без меня, я бы у нас говорил, деньги уже аннулированы. Их, кто знает, денег не существует уже. То, что мы сейчас называем деньгами, это бумажечка-то, это не деньги. Деньги это золото, серебро, ценные вещи. Их заменили в 19 веке на казначейские билеты, которые обязаны был банк государственный обменивать на ценные вещи. Кто в СССР жил, помню, там было написано еще на рублях, казначейский билет обеспечит всем состоянием СССР. Так ведь? А сейчас есть бумажечка написана? Кто обеспечит, кто занят, с чего? Никто и ничего. Это уже не деньги, даже не казначейские билеты. Это языком одного среднего человека резная бумага. Все, 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 все. Денег уже нету. А осталось всем немножечко, когда их только цифры в компьютере останутся, и пользоваться можно будет только через устройство, которое живет нам под кожу, и будет начислять зарплату, списываться за покупки, за услуги, записываться за какую-то работу, за коммерческую операцию, и все будем, как сказал еще один человек, мой друг, под колпаком у Мюллера. Все будем прозрачно видны. Никто уже не взятку мне дали, перевели, дабы еще. За что? Я оп, сразу буду за принорганом. Это что такое? И все будут говорить и объяснять. Прекрасная система. Взяток уже нет. Почему так много говоришь, что борются коррупции? Она же была в веках, тысячелетиях. Почему сейчас обладают много? Систему вести нужно. Систем вести нужно оправдать введение, что боремся с коррупцией оказываться. Не просят за нас оказываться, нашего блага. Ват нас погоня, для нашего же блага скажут нам. Все понятно, все объясним. И вот, мои дорогие, и вот, в данном случае, поэтому печать антихиста будет иметь, может купить и продать, написано. Вот какую-то систему, кто войдет, систему тогда, которая будет. А будет только два пути для спасения тех, кто не пойдет в эту антихист систему, а значит и в ад. Только два пути спасения. Первый, первый, мученичество, смерть, в частности, голодная тоже смерть, смерть от голода. Ну, ты квартире живешь городской в Нижнем Новгороде, да? У тебя пришла штука, оплатить нужно коммунальной, а ты можешь оплатить только через систему, в которой ты не хочешь включаться, там же будет заставляться, раз всем хочешь отрекаться от Христа. Ты не сможешь, квартира не платят, придут исполнители судебные, тебя выгодят на улицу бомжом, а квартиру продадут, и она намного дороже, чем услуги, а эту мифическую цифру нарисуй на твой счет, которым ты не можешь пользоваться. Все? Все? Что ты будешь делать? Умирать с голоду по открытым небу или отвлекаться от Христа и входить в систему. То есть кто не захочет, а первый путь мученчества, в частности посредством голодной смерти, холодом голодом. Не обязательно будут стрелять, а что стрелять? Сами сдохнем. Чем мучиться-то? Плачам зарплату платить, могилу копать, от голода холода сами околеем. Очень удобно. Очень удобно. Раз. И второй путь будет вот какой. Это путь описано в апокалипсисе, вы помните. Там написано образ дан, что церковь истинно верующий Господу в виде жены, жена, женщина, церковь, женский род. И спасется в пустынях. То есть те, кто смогут выехать до того, тогда уже будет поздно. Единицы могут воспользоваться до того, в места, где система не будет тебя цеплять. Ну вот, например, скажем, вот ты сегодня взял и уехал в село под Костромой. В селе куча населения. Кошка, собака и бабушка умирающая одна. Все, больше населения нет. Знаете, какие деревья сколько на севере России? Без счета. Вот. А дома стоят заброшены. Вот ты сейчас оформил себе домишечек какой-то там, обустроил его и перебрался. Не перебрался пока, когда что используешь. Ну, не важно там. А потом перебрался, там электричества нет. А зачем он нужен-то? Без телевизора, что ли? Да дай бог, без него жить всегда, там нет, только тогда. Без холодильника. Что-то складывать-то в то время надо в холодильник-то. Ладно, есть хлебушка, слава богу, сухарик какой. Благодаря богу за это. Ну, свет включать. Ладно, хватит дня. Дня хватит. Глаза не-то. Что видите? Вот. Что там нужно будет? Из-за того, что система оплачиваться нужно. Не работаем там, зарплаты получать. В деревне-то, на земле-то живя, мы помним, царство антихриста, сколько будет до конца света. Три с половиной года всего лишь. Написано, если мне сократил Господь те деньги, не спасай бишь, как никакая плоть. Вот в Библии в трех местах написано, сколько будет царство антихриста. Во всех трех местах по-разному, кстати, написано срок. В первом написано, в месяцах, в втором месяце, в годах и в третьем в днях. А из пересен на одну систему или в годы, или в месяц, или в дни. Вот. Три с половиной года. И вот еще три с половиной года. Три с половиной года чем? Вот у нас, Николай, он живет в домике, да? Огородик, курочки, там может какую-нибудь козочку. Да ладно, ну уж, не даже, не для этого, не об этом думать тогда. Не как вот салона растет с боков, тогда побольше. Или какой-то маникюр бы сделать на когтях-то. Не об этом разговор что будет, а другого будем заботиться. Вот для этого необходимо-то хватит. Хватит. И курочка яичка снесет, и козочка молочка подоет, подоем, ну, маленечко. И сенки приготовим, а где мы, где сами, это сенки возьмем, да запарим, вместо чая-то попьем. Слава, без сахара, ну и ладно. Два уля поставим, маленько резьмем мёд, хорошо. Это слава богу. Предки жили так веками. А у нас в России пример, помните, 17 век старобрядцы уходили полностью изолированы от системы. Да как жили-то, кстати, совсем не плакали, не бествовали, совсем не бествовали. То есть, если есть желание, возможно, что и сейчас есть. И поэтому и отец Ироним, и другие говорили, хвататься, запутаться колёса. То есть, проще говоря, с этажей городских опускаться на землю. Если кто убирает второй путь, кто чувствует, что он, как мученик, голодом и холодом не сможет вытерпеть, если капнет речься. Вот путь для тех, кто слабый. Путь полегче. На этот путь можно давать хоть сегодня. Правда, я скажу, один технический, о том, не поговорить, поэтому за крючок выходаться из Нижнего и из Верхнего, из Москвы и из Нью-Йорка на сельской местности. Но это не для всех. Для тех, кто слабенький. Кто покрепше, ну, мы прям с голодой, холодом. Всё равно умирать. Всё равно. Третьего года. Зачем цепляться. Вот. При этом я хочу сразу оговорить одну вещь тоже технического порядка. Вот ко мне часто обращаются с вопросом вот каким, знаете, каким? Говорит, батюшка, мы чувствуем конец близко. Купили себе, вот, мы, ну, вот, как это говорю, с мужем купили себе домик. Деньги вымирающие. Нас там, причём, мы ни одной семьёй такие вот православные. Перебрались. Вопросы возникли. Говорит, какие у вас вопросы? А деньги зарабатывают на чём? А нельзя ли, а не грех ли будет свою автономную электростанцию, наверное, какой дизель сделать вот так вот, чтобы это всё? Я слушаю, мне очень интересно это. То есть, нельзя ли как-то покомфортнее, покомфортнее, поуютнее, помягче, помягче сидеть, помягче. Вопрос очень интересный и смешной. Для меня очень смешной. Если мы говорим о чём? О гонении, о царе антихриста, о каких удобствах вообще речь тогда. А потом ещё скажем даже вне зависимости от кончения века и от знамени времён. Давайте вспомним великих повижних благочестия нашей хотя бы церкви. Варалааму, Хутынскую, Сергею, Донежскую, Александр Свиско упомянули, Валаамский и так далее. Они уходили в безлюдие. Так ведь? В жестокую жизнь. Это почему? Искали максимального комфорта? Его там нет. Искали подвига без спасения своей души. Подвига. Поэтому, ведь кто сейчас не боясь антихриста, и не боясь тех приближающих времён, а изберёт образ жизни в подвиге, это тоже спасительно. Это тоже спасительно. А ещё хотел сказать последнего, что, мои родные, обратим за каждым внутри себя. Посмотрим на себя. Вот мы христиане. А вот выбор. К чему мы готовы-то? К чему мы готовы-то? Вот сейчас память сегодня апостола Хитра и Павла. Вы помните, чем они запечатали свой подвиг? Страдальческое кончение, казнь во имя Христово. А до того, мы сегодня в пропасть говорили, с палочкой, пешочком, среди, как Господь сказал, посылаю вас как маленькую стайку овец в большую стаю волков. Среди волков. А Господь покрывал, вел, направлял. Поэтому, мои дорогие, вот для нас это тоже важно помнить. Поэтому, если кто из нас, боясь знамени времен или, горя подвигом, избирает путь вот такой, за колесо до этажа городского на человеческую жизнь, на землю, нам лучше искать не удобств, а спасение. А если удобств, кто уж хочет, ну тогда заранее надо, сейчас начинаю что-то делать. Потому что можно, можно свой колодец выкупать. Сейчас есть такая возможность в домике. Можно и что-то другое. Хотя я опять оговариваюсь про прощение, я говорю, это для тех, кто слабенький. Кто слабенький. Для тех, кто покрепше, надеюсь, у нас такие есть. Мы, не мы, не я, кто не я, а кто сильнее духом, венцы, мученические, можно надеть. Меня поразило в последнее время такой факт, помните, да, когда вскрыли горло 21 арабу, простите, египтянину, копту, христианину в Ливии. Вы видели, все они были святые. Нет. Современные? Да. А зачем в Ливию поехали? Зарабатывать семьи. Рад денег? Рад денег. Гастарбайтеры. Но когда их там схватили, вы видели, хоть один молил о пощаде, хоть один трекался от Христа, все только тихо молились, готовясь быть заклонными. Я это увидел, я был потрясён. Пример нам. Ведь для чего делали враги Христа, это показано весь мир, это их цели. Скажем так, почему Господь сел нам увидеть это? Может, всем нам в разумлении? Вот наши современники, ну вот не святые, а смогли, значит, ему нужно. Значит, ему можно. Это очень сильно. Иван Дядя Луки, глава 21, стих 23. Горе же беременным и питающим с остцами в те дни, ибо великое будет бесствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы. Как понимать по-пространству? Мои дорогие, в Библии очень много мест священно-писаний таких, в которых пророчества идут многослойные. Пророк или апостол говорит о конкретном его времени и параллельно еще о каком-то другом можно говорить. И дождь еще о третьем, например, о конце света. Вот эти слова Евангелия Луки – это слова Христа Спасителя. Вы помните, когда он произнес, когда Господь был в Иерусалиме при страдании, был на любимом месте для Мои, где он делился с апостолами, в роще оливковых деревьев, в садах оливков, на Елеоне и со высоты Елеонской горы смотрел на Старую Салим. На красоту храмовых. И помните, как Господь сказал, там апостолы просто расслабились, хорошо было, закат солнышка, оливки, прохлада, красота города, храм. Господи, какие здания, какие здания, красота какая? Помните, что Господь сказал? Истинно говоря, камни на камень с ней останутся. И стал пророчествовать. Но только он сказал, и апостолы поняли, о чем он говорит, и спросили, какие признаки кончины века и этого второго пришествия. То есть, вот они поняли, что он говорит о кончине века и о втором пришествии. И он стал об этом говорить. Но он сказал не о кончине, а он сказал камень на камень о том, что произошло вскоре после смерти, воскресенья и вознесения спасителя. Когда в 70-м году подняли восстание евреев в Палестине и римляне восстание подавили в крови. И этот храм, и этот город был разрушен, камень на камень оставили. А в 125-м, еще чуть попозже, при империатре Адриане было следующее восстание, так там вообще разрушили до основания все, евреев всех в рабстве и выселили, им запретили сидеться ближе, чем в 100 километров к Иерусалиму, город перенесли, переименовали, назвали Эли Капитолином. Все. Уничтожили. И вот Господь, когда спросили, Он говорил о разрушении храма, а я спросил о кончине века. Поэтому Он говорит признаки обоих этих событий. И там нужно разделять между собой. Почему Господь не разделил эти вещи? Потому, вот еще почему, потому что то, что когда храм разрушался, и события, которые были теперь же в прошлом для нас, 70-й век, 70-й год, 125-й год, они во многом повторятся, будут похожи перед кончиной века тоже. Вот, например, смотрите, ну, это вот пророчество как раз о том первом разрушении после Христа Иерусалима. Когда римляне камня-камня оставили, когда уже они осаждали Иерусалим, нужно было бежать и, конечно, бежать, горе беременным и кормящим грудью. Ну, понятно, почему-то сложнее бежать таким и бежать куда-то в проголоде быть беременной и кормящей грудью. Понятно, это все ясно, человеческий понятно. Но вот, знаете, что поразило? Поделиться о другом все хочу. Когда было в Святой Земле, я в Иерусалиме, года четыречный назад, Господь говорит о том времени, вспомнил Его снова, о первом разрушении, когда увидите Иерусалим окруженный окопами, окопами, при, вот, 70-м году, при разрушении Титом, Испасианом, римским императором, тот, отбежать надо. Все оставляют, все уже, разрушены. Это говорят христианам, а не вообще все, его ученикам. Что они, кстати, сделали? Кто знает из своей церкви, христиане меньше всего пострадали при разрушении Иерусалима. Зная слово христа, они вышли, видишь, что он начался в восстании, римский русский пребывает, они ушли из Иерусалима, ушли в Иордане, где не было восстания, или очень слабо она проявляла себя. Очень многие ушли в Сирию, Дамаск, Антиохию, в диаспору Малой Азии, Балкан и понесли, кстати, параду Христову, умножая церковь. Так вот, в Александрию очень много уехало, кстати, христиан. Вы знаете, город Александрия почти наполовину стоял в опуске из евреев по национальности людей. Почти наполовину. Меньше там был египтян, половина греков, половина евреев. Так вот, и я вспомнил слова эти, когда вы видите Иерусалим, окруженные окопами, знаете, почему я вспомнил? Если кто знает, сейчас Израиль строит стену, окапывается от арабов. Видели, кто ездил, кто ездил в этих фильмах показывает или в интернете бетонная стена. Арабские территории стеной, какие-то стеной отгораживают. Строят и сейчас. И сразу у меня слова Христа, когда увидите, окладываются окопами и стенами. Знаете, скоро уже. Я тебе опять вернулся к первому вопросу нашему. Еще в Писании написано, что последние времена соединяются с первыми. Параллелей будет много. Ну вот, есть. Ну вот, есть. В данном случае эти слова кормящие грудью и беременных к тому времени относятся. Хотя, если в эти последние времена, как мы сказали, придется выбирать даже смерть от голода, холода, тяжелее будет беременной кормящей грудью. Понятно ли? Как понимать мерзость запустения в святом месте? Святое место, церковь. Тут вот, тоже, как я уже сказал, пророчества порою идут в Библии так, что они не об одном периоде говорят. И вот здесь, в прямом смысле, вот о чем разговор. это пророчество у Даниила и Христос Спаситель повторяет имя Даниила, при этом упоминая. Это вот о чем. Это вот помянутом нами факте, который будет перед концом света. Как мы сказали, при восстановлении Израиля и Иерусалима столицы будет восстановлен храм. Но он разрушен не просто так. Мы же знаем, это же не просто стечение обстоятельств человеческих. Восстание, подавление восстания – это фон. А внутриснержание духовное другое. Вспомним, когда Христос умер на кресте, что произошло с храмом? Завеса, разделяющая святая и святых от святого завеса разорвалась. Сверху края до нижнего написано. Её отакали специальным образом, была очень толстая, шестяная, и она разорвалась без рук человеческих. Её причём регулярно меняли, она не была старой или какой-то, разорвалась. Почему в этот момент? И причём Евангелие об этом говорит, где-то угол упал, ну и чего упал угол, форчик раскололся, и чего об этом писать Евангелие-то? Нет, тут смысл глубокий. Почему? Что такое были ветхозаветные храмовые богослужебные жертвы? Они были отечеством о Христе, так прочными словами и делами. Вот евреи, народ ветхого завета, приходя в храм, приносил Богу жертву и каждый раз видел что? Что, когда, например, благоданность за благодеяние, вот, у меня какие-то блага, ну, обогателись более хорошо, удачно, женился прекрасно, сын родился, батюшки, радость какая, да всё одно, пошёл в храм, принёс жертву, козлёнка или быка. Так, вопрос, а бык здесь при чём? Его за что убивать? И всё так разом рассудится. Это как, ещё одном анекдоте. Жена говорит мужу, у нас на следующей неделе, не забудь, юбилей, свадьбы, давай кабанечка заколем. Муж в ужасе, господи, ладно, не страдай, его за что? Так и здесь, за что, это быка, отказывает? За что, его за что? Или так, жертва за грех, я согрешил, госпрости меня, поэтому жертв приносится, полагается, я приносил жертву, там, ну, хоть овцу, а она за что, её за что режут? Меня понятно было, за что, выпороть бы, кровь пролить у жертвых, её за что? И вот через это действием показывалось, грешат одни, страдают другие, и невинная кровь, ходатайность от прощения, это о чём было? Прочитут о Христе, он невинный придёт, и безгрешный, за нас грешных страдает, он и есть, помните, когда он крестился, Иоанн крестил, что про него сказал? Вот агнец-то Божий, вот она жертва-то, вот о чём жертва говорили, вот он агнец Божий, кто берёт от себя грехи всего мира. Так ведь? Так. И поэтому, мои дорогие, поэтому, вот, эти жертвы ветхозаветные, они были прообразом Христа. Но Христос пришёл уже, жертву принёс, поэтому за это раздоровалась. Через это Бог сам показал Духа Звятого. Всё, конец этому богослужению ветхозаветному. Он смысла свержения не имеет. О чём будет говорить, что придёт? Пришёл. Пострадает? Нет, пострадал уже, а Христос за нас. Он нас искупит своей жертвой. Не искупит, а искупил. Всё. Поэтому Господь промыслом попустил, что храм разрушен. Потому что в нём надобности нет. Историки того времени описывают события разрушения храма, говорят, что перед разрушением храма, когда уже в храме творилось бесчинство, и что нельзя было касаться, например, непосвящённым касалось, и действовало. Зелоты входили даже во святая, в храм, куда нельзя было. Это вот защитники Иерусалима, религиозные фанатики. И Флавий пишет, что перед разрушением храма было такое, что слышали голос многие, кто раздавался ночью в храме. Уйдём отсюда. Уйдём. Что это такое? Это благодатный голос Дух Святого. Дух Святого отношён. Уйдём отсюда. Помните, как он говорит, вот оставляйте, дом ваш пуст. Всё пусто. Теперь храмом Божиим является весь мир. Почему? Раньше храм только одно было вместе, а сейчас где угодно храм. Потому что весь мир храм Божий теперь. Сердце колчать в присутствии Бога. И поэтому, мои дорогие, если храм-то народ Израиля восстановит, это не будет явлением воли Божией. Это будет надругательство, насмешка, хула над Христом фактически. Боже, что это такое? И поэтому-то это называется мерзостью запустения, которое перед концом света. В своё время это было запустение храма истинного, до пришествия Христова. Два раза он разрушался. Простите, раз разрушался. Даби Соломонов храм разрушался вавилонянами, потом остроенный и потом расстроенным Иродом Антипы и второй раз после Христа был разрушен. Вот. А сейчас восстановят и будут совершить какие-то обряды, которые будут прообразом Христа. От Христа же пришёл смысла нет. Это будет спектакль. Ну, как спектакль, в котором люди играют не себя. Там будет фактически и спектакль бездействия Божьего. Поэтому вот это называется ещё межзапустение грядущего времени. Тем более, что там мы помним в храме, кто будет помазан на царство. И есть мнение святых отцов, что мессиний, лжемесиний, антихристом будет человек, который и царём, и первосвященником одновременно будет именовать. была династия Хасмонеев в Израиле незадолго до Христа, где первосвященники выполняли функцию фактических царей. Вот что-то подобное будет. И это и называется мерзостью запустения. Но при этом что ещё, мазь золотые? Это про иерусалимский храм, который возродят, нам важно помнить, и в котором не будет благодати, но будет во царе Антихриста. Мерзость запустения. Но при этом что нужно сказать? Что действительно многие отцяты говорили, что к тому времени к тому времени в кончине церковь Христова православная, в ней будет много нечестия. Нечестия. И в наших храмах тоже будет. Причём нечестие будет именно Антихристова. А вот как это будет несказано. Я вам скажу, что я пережил. Интересный опыт. Мы большой группой в полстать человек были паломниками в Италии у мощей святителя Николая. Были вместе. И в частности были в Венеции, в древнем храме, где мощь православных святых католики выкрали крестопохода с востока. И вот в одном из древних храмов я видел вещь, которая меня поразила. А вещь такая совсем не главная. Вот подошел свечки поставить. А у них очень современно в виде такого ящика сверху не свечки, а лампочки. Подходишь, кидаешь, зависит скотину свечку, как кинул, столько будет лампочек гореть. что это такое? Это зачем? Это ничего. Что-то подобное будет, только не с лампочками у икон, а когда денег-то не будет совсем, будет лишь печать, через которую можно средства движения виртуальной деньгами двигать. Вот тогда я пришел, в храм ты придешь, что-то пожертвовать, а нечего, или свечку взять, вот будет что-то такое стоять, какой-то прибор, руку, лоб или что где, на параллоке или на лбу под печать, некий знак, просвечиваться и списывать с себя цена, ту сумму, которую сможешь пожертвовать. Но эта система будет работать и в церквах, а система мы сказали в печати, которую антихрист будет давать только тому, кто, отрекаясь от Христа, будет признавать антихриста и Богом тоже. И Богом тоже. Про его воцарение написано «Сядь в храме, говоря хуйное на Бога и одновременно выдавая себя за Бога». Вот поэтому вот когда это будет что-то такое вот между запустением в храмах. И это будет. Поэтому вот что думается в этих словах про между запустением. «Сядь в храмах». «Сядь в храмах». «Сядь в храмах».